Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Знаете такую машину Mercedes-Benz Bionic 2005 года выпуска? Нет? Теперь знаете. А еще знаете, что форма тела нашего сегодняшнего гостя из-за своего низкого коэффициента аэродинамического сопротивления послужила основой для создания внешнего вида этого автомобиля. Встречайте милую рыбеху со странной внешностью и не менее странным названием. Кузовок-кубик, он же рыбокоробка, он же рыбочемодан, он же рыбокороба, как только не обзывали его великие умы. Это чудо без перьев, морская рыба из семейства кузовковых. Отряда иглобрюхообразных – один из видов рода кузовков. Плавает обычно в водах Тихого и Индийского океанов, в районах рифов, а также в Атлантическом океане у юго-западного побережья Африки. Ее часто можно встретить в лагунах вблизи коралловых рифов на небольшой глубине до 40-50 метров. Максимальная зарегистрированная глубина – 280. Правда, иногда кузовки встречаются и в открытом океане, куда их относят течением. Молодняк обычно прячется в узких расщелинах, а взрослые особи предпочитают в случае опасности находить укрытие в гуще кораллов. Особенно много рыбок-коробков плавает у берегов Филиппин и Индонезии. Эти странные рыбки могут вырастать до 45 сантиметров в длину. В молодости этот кузовок можно легко спутать с небольшим плавающим кубиком, желтые грани которого украшают темно-синие точечки. Однако по мере роста размеры кузовок кубика увеличиваются почти в 10 раз, и он постепенно утрачивает свой яркий и насыщенный окрас и оригинальную форму. Со временем взрослые особи сменяют цвет своего тела с ярко-желтого на грязновато-оливковый. Туловище их вытягивается в длину, а некогда темно-синие кружочки превращаются в размытые пятна желто-голубого оттенка. Так что в молодости прекрасны даже рыбы. Грудным плавникам кузовка приходится выполнять две функции – плавать и прогонять воду через жабры. Они осуществляют три взмаха в секунду. Это очень хорошая скорость. Сродни Мерседесу. Очень интересной особенностью обладают рога. Они могут ломаться, но рыба-корова не лишается их навсегда. В течение нескольких месяцев они вновь вырастают. Зачем природа придумала рога? Для этой милой рыбки есть предположение, что эти похожие на рога выросты выполняют защитную функцию. Проглотить такую рыбу сможет, да и решается, не всякий хищник. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, рыбка-кузовок плавает достаточно быстро, отлично справляясь со всеми своими плавниками. А ведь каркасом ее тела служат шестиугольные пластинки. Такой себе жесткий панцирь со специальными отверстиями для хвоста, половников, жабры и рта. Кроме этой надежной брони, у рыб-чемоданов есть еще одно средство защиты – слизь, выделяемая при приближении опасности. Причем выделяется она не самой рыбкой, а микроорганизмами, населяющими ее желудок. Но несмотря на эту двойную протекцию, кузовки нередко оказываются съеденными крупными хищниками. Да и вообще, содержать в одном аквариуме еще кого-нибудь кроме кузовка-кубика довольно опасно. Ведь они выделяют ядовитое вещество в астроцитоксин в состоянии стресса или в случае возникновения любой опасности, из-за чего все обитатели вашего аквариума могут погибнуть. Ибо действие этого яда необратимо. Однако, если вы все же хотите подселить кузовку соседей, подбирайте мирных рыбок, которые не станут для медлительных кузовков пищевыми конкурентами. Несмотря на то, что кузовок-кубик спокойно относится к живым обитателям аквариума, по отношению к представителям своего вида он часто проявляет агрессию. Комфортные условия для коробочки – это всевозможные укрытия в виде расщелин, глиняных горшочков, пещер, в которых он может прятаться. Также следует обеспечить для него как можно больше свободного пространства, где кузовок-кубик сможет наслаждаться плаванием. Рацион этих чемоданов обычно состоит из водорослей и живущих поблизости, мелких животных и небольших рыбок. В меню преобладают такие живущие на дне беспозвоночные. Например, моллюски и губки ракообразны. Добычу представители данного вида получают при помощи тонкой струи воды, выпущенной изо рта в направлении дна. Из-за поедания ядовитых водорослей мясо этих кузовков-кубиков становится тоже токсичным и не употребляется в пищу. Одиночки по своей природе, рыбки-кузовки, все же в весенний период спаривания объединяются в небольшие стайки, состоящие, как правило, из двух-четырех самочек и одного самца. Чемоданы, как ни странно, откладывают очень мало икры, которая плавает на поверхности океана. Вылупившиеся личинки предоставлены сами себе и судьбе. Когда они подрастают до 10 мм, то приобретают кубические очертания и оседают на дно. Молодежь сначала становится самками, а потом превращается в самцов. Ну а потомство своего экзотического аквариумного питомца вы никогда не сможете лицезреть, поскольку в неволе кузовок-кубик не размножается. Увы, всех рыб в молодом возрасте поставляют на отечественный рынок из мест их естественного обитания. Ну и на будущее учтите, что рыбки эти довольно пугливы. Старайтесь избегать резких движений и не пугайте их намеренно, иначе из-за стресса они могут серьезно пострадать, влетев на всей своей скорости в стекло. Ну как вам понравилась такая необычная морская рыбка? Или может быть больше Мерседес в ее форме? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много чего интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok